За три последних года Россия проделала титанический объём работы по импортозамещению, сведя на нет эффект санкций. И продолжает запускать в космос свои ракеты, спускать на воду атомные ледоколы и подводные лодки, создавать новые локомотивы и другую сложную технику. Ни одно важное предприятие не закрылось из-за отсутствия иностранных комплектующих или станков, а промышленность продолжает расти рекордными темпами. За всем этим огромный труд людей. И в сегодняшнем специальном выпуске мы немного приоткроем вам внутреннюю кухню инжиниринга, расскажем, как именно внедряются разработки и чьими трудами мы почти не заметили давление санкций. Добро пожаловать на 6-й Самарский инжиниринговый форум про технологии 2024, который прошёл в технопарке «Жигулёвская долина». Можно заявлять, что обладаешь передовой технологией, но если ты не умеешь внедрять её в производство, то толку от неё мало. Нагляднее всего это видно на примере так называемых аддитивных технологий. Ещё пару лет назад про них слышали в основном специалисты, а сегодня они присутствуют почти на всех промышленных предприятиях. И российские компании научились выпускать передовые 3D-принтеры, сканеры и расходные материалы. Здесь у нас, например, вот линейка фотополимерных принтеров. Печать очень детализированная, высокоточная. Есть примеры также печати воском. Это натуральный воск. Белая часть вымывается, фиолетовая остаётся. И дальше это используется в литье. В данном случае это ювелирная форма, но точность данной технологии достигает 12, даже 10 иногда микрон, что позволяет решать промышленные задачи, достаточно сложные, для последующего литья изделий, даже, не знаю, там, узлов, двигателей, турбинных лопаток. То есть достаточно большой перечень того, что можно сделать. Также есть пример печати полиамидом. Это тоже порошковая печать с полиамидными материалами. Соответственно, используется тоже в различных направлениях. Кстати, интересный факт, что это единственная технология 3D-печати, не требующая поддержек. И, соответственно, практически готовые изделия получаются на выходе после печати. Это послойное наплавление пластиковой нити, так называемая технология FDM. Здесь представлена система IDEX. Это система, при которой можно печатать два изделия за один раз. Что здесь и представлено в данном случае. Принтер может печатать как двумя видами материалов, одну деталь, так и две детали одновременно, что условно делает его пригодным для мелкосерийного, соответственно, производства. 3D-печать позволяет делать уникальные вещи. И мы не привязываемся к каким-то формам, литью, еще чему-то. И каждая деталь у нас может быть индивидуальной. То мы можем делать прототипы, каждый раз разные, каждый раз новые. Но в целом можем делать и серийные детали, опять же, пускай в серию. Многие покупают у нас сразу ряд 3D-принтеров, объединяют их в так называемую ферму и организовывают уголок 3D-печати, что позволяет сделать производство, например, условно тех же беспилотников. Технология, обнулившая многие санкции – это 3D-сканирование. Специальное устройство позволяет создать трехмерную модель любой детали или изделия, чтобы потом воспроизвести ее в материале. Такие сканеры тоже выпускаются в нашей стране. Российские сканеры серии Scanline. Достаточно компактный, маленький сканер с точностью до 25 микрон. Это нам позволяет сканировать с высокой точностью различные детали. То есть, условно, у нас вот здесь представлена деталь для сканирования. То есть, это какой-то элемент какой-то выхлопной системы. Мы можем как отсканировать эту деталь и получить 3D-модель, так и при производстве деталей мы можем взять эталон и сравнить его с готовым изделием. Соответственно, получить контроль геометрии, что повышает качество деталей в любом производстве. Это интересно, потому что мы привыкли к тому, что 3D-сканирование ассоциируется в основном с риверс-инжинирингом. А вы сейчас говорите, что также используется для контроля геометрии. Это тоже важное такое направление. Да, да, естественно. Мы, так как сами занимаемся контрактной печатью, у нас заказывают в том числе ответственные детали с высокой точностью, то мы сами же сканируем детали наших клиентов, которые мы же сами и напечатали, и сравниваем их с эталоном. И говорим уже нашим клиентам, насколько точно напечаталась деталь, есть ли где-то какие-то отклонения и допустимы ли они соответственно. У нас даже есть сейчас проекты, в том числе используются для сканирования людей, даже органов, дальнейших оцифровки, добавления в VR и учебных методических программ. Для последующего обучения студентов образование сейчас активно взвивает аддитивной технологии, как сканирования, так и печати. Не менее важно выпускать собственные материалы для печати. Встретили на форуме наших старых друзей из компании «Хардслаб», о которой мы уже рассказывали на канале в начале года. Парни уверенно движутся в сторону разработки новых материалов для промышленности. В отличие от стоматологии, где задачи плюс-минус понятны, плюс-минус стандартны, а в промышленности они все индивидуальны, все уникальны, потому что нужна какая-нибудь, я не знаю, стойкость к маслу определенная, к определенным температурам, определенные нагрузки, ударная вязкость, твердость, жесткость. Мы делаем обновление, не обновление, а следующую итерацию, как нейлон-про материал будет, который уже может быть использован не только внутри помещения, но и снаружи помещения, у него будет сильно снижена ассорбция воды, то есть он будет намного более ходкий, наверное, правильно будет так сказать. Материалы типа Риджида были выведены, очень хороший качественный материал, как раз тоже для корпусной истории он очень хорошо подходит, и что действительно хорошо ложится на сегодняшнюю выставку. Запросов очень много, работы очень много, и я, честно говоря, жду следующего года, потому что очень много проектов у нас дойдет до финальной точки, мы будем готовы презентовать уже в открытый рынок серьезные, интересные продукты. В России сегодня производят сканеры, материалы для 3D-печати и, конечно же, принтеры, причем самого разного формата и назначения. В этом направлении у нас тоже есть признанный лидер. У нас есть машины как небольшого формата, там 350-450-600, так и машины, которые тоже неоднократно можно было увидеть на выставке до нескольких метров в длину. Например, сейчас мы сдаем клиенту машину длиной 6 метров, которая будет мне печатать детали для изготовления панели крыла самолета и так далее. Работаем с разными гибкими материалами, работаем с высокотемпературным материалом, типа УЛЬТ-М 98,5 полиэфер-эфер-кетон и так далее. Ну, например, этот материал активно применяется в самолетах. То есть вся система кондиционирования воздуха ВМС-21 сделана из такого материала. Мы сейчас находим в Волге, там, момент верификации, сертификации технологии для самолета. То есть вы участвуете еще и, получается, в проекте МС-21. Да, да, недавно печатали детали для летного борта испытательного, для системы вентиляции. То есть огромная работа, которая связана с неокрым и с испытанием оборудования и так далее. Ну, и с бюрократией, конечно, тоже это связано. Ну, не без этого, да. Да, сейчас, например, будем поставлять машину, которая будет печатать импланты. Это тоже отдельный процесс печати и сертификации технологии для изготовления деталей, которые потом пойдут в тело человека. Вообще полимерные импланты – это самый такой хай-тек, потому что они, в отличие от металла, не изменят на МРТ, на каком-то досмотре. И это тоже будущее с точки зрения медицины в том числе. Титановые импланты, они токсичными становятся все какое-то время и начинают окисляться. Полимерные импланты из полиэфер-эфер-кетона, они не токсичны вообще. Но мы сегодня находимся все-таки в Тольятти, это больше про автомобилестроение. В автомобилестроении наши принтеры применяются для печати прототипов, либо какое-то кастомное решение, например, при ретро-карах, когда можно восстановить, либо супер-карах очень часто что-то печатается, либо автомобилях В-класса. Ну и опять же, все, что касается пробной сборки, либо, например, для серийного производства, оснастка и так далее. Это тоже все мы делаем. Самарская область – это важный центр транспортного машиностроения. Здесь создают самолёты, корабли, автомобили, даже сельскохозяйственную технику. Мы заглянули на завод «Пегас Агро», где производят уникальные сельхозмашины с очень приятным дизайном и функционалом. Скоро покажем вам подробную экскурсию с этого предприятия. А здесь на форуме узнали, что кабины для техники разрабатывали наши друзья из компании «ЦТП». Буквально вчера мы были у нашего хорошего партнёра. Для них мы выполнили проект разработки кабин. У них есть сейчас модельный ряд стоит «Туман-2», «Туман-3». И несколько кабин уже выпущено, и самой техникой «Туман-4». Несколько штук. Вот всё, что касается интерьера кабины – это наша работа. Большинство экстерьерных частей, капот и баки – тоже мы здесь принимаем участие. Мы гордимся этой работой. У нас продолжается, сейчас мы дорабатываем какие-то там небольшие замещения, мы устраняем. Ну и развиваемся, развиваемся в условиях сложности с поставками комплектующих. Всё-таки нашли все варианты. И развивается Россия, развивается производство. Сейчас Самарская область превращается и в центр развития беспилотных авиационных систем. В Тольятти открыт завод «Транспорт будущего», где выпускают первый сертифицированный отечественный агродрон и не только. Мы покажем вам в одном из следующих видео этот завод изнутри, познакомим с основными производственными линиями и процессом испытаний. Но также напомним, что в Самарском университете имени Королёва ведут интересный проект по созданию газотурбинных двигателей для нового типа беспилотников. В первую очередь это высокоскоростные аппараты. То есть это в альтернативу изделиям, которые летают на электрических, на поршневых двигателях. Мы говорим о том, что создаем двигатель более скоростной, скажем так. То есть создаем даже не двигатель, а аппарат, который имеет более высокую скорость. То есть безусловно он своего потребителя, свой продукт найдет, где он будет. Ну в настоящий момент УДК говорит о том, что нужно строить заводы на 10 тысяч двигателей. Вот так. В настоящий момент создано 10 двигателей и мы вот производим фактически доводку. С полностью созданием агрегатов, то есть это топливоподача, стартера, микросхем, программного обеспечения. Для того, чтобы он был полностью локализован у нас в России. Беспилотный летательный аппарат это не только двигатель, корпус и лопасти, но еще и очень сложная электроника. Встретили на форуме молодого инженера и предпринимателя, который с нуля создал компанию по разработке этих важных компонентов. Работаем с конца 22 года, разработали прототип. Это долго, дорого, мучительно и требует огромной квалификации за 30 лет. С 90-х годов у нас в России большая экспертиза растерянная. Мы потеряли время, мы сейчас активно это все наращиваем. Стараемся и работаем. Мы являемся резидентами трех НПЦ, являемся резидентами технопарка Жигулевская долина. Подались на участие в пластир Сколково, прошли. Подались на Гранд НТИ, тоже получаем поддержку от государства. Разрабатываем собственную электронику. Мы имеем представительство в Шенчжене, в Китае, в Самаре, в Тольятти. Мы разрабатываем электронику для БПЛА, для квадрокоптеров и, собственно, квадрокоптер. У нас два основных продукта. Это полетный компьютер, это плата и радиомодуль. Чтобы уровень техники стал понятен, на полетном компьютере, на такой небольшой совсем плате, распаяно порядка 800 элементов. Это много, это очень высокотехнологично. Мы разрабатываем также программное обеспечение. Довольно много всего написали. Правительство, собственно, президент активно поддерживает. Есть целая программа по поддержке. Она известна, опубликована, в том числе, там крупные суммы денег. Заложены, они уже работают. Заложены не просто, там есть целый механизм финансирования. Между прочим, хотелось бы сказать, то есть на рынке бытует часто мнение, что государство плохо поддерживает начинающие компании, развивающиеся компании. Я не хочу сказать за или против этого, я скажу другое. Мне кажется, те, кто стараются, у них получается. Если ты что-то делаешь, что-то полезное делаешь, то тебе нужно стараться и двигаться в эту сторону. У тебя всё будет получаться. Создавайте полезные продукты и технологии для страны, и у нас всё получится. Самарский форум в очередной раз доказал, что в России много инициативных, умных и честных специалистов, силами которых и развивается наше производство. Благодарим Тольятти и технопарк «Жигулёвская долина» за тёплый приём. И в завершение дадим слово представителям региональных центров инжиниринга, которые съехались сюда со всей страны. Машиностроение, металлообработка, ну как и в целом по стране в текущей ситуации, в принципе, великолепна. Есть сложности с кадрами, сложности финансового характера, но объём заказов превышает все мысленные запросы. Сейчас мы видим, активно развивается у нас индустрия производства сельхозтехники и авиация, конечно. Беспилотная авиация и наш любимый проект – это автожиры. Мы не первый раз на этой площадке, но каждый раз что-то новое почерпаем для себя. Ощущение, конечно, очень приятное. Я здесь уже второй год нахожусь. В частности, думаю, что у нас, допустим, беспилотная авиация может использоваться для мониторинга полестных пожаров, потому что у нас территория большая, это в основном горная местность, и беспилотники могут найти своё применение. Хороший обмен опытом между регионами, выяснить, какие компетенции есть у других регионов, чтобы обращаться туда, рассказать о себе, чтобы к нам люди обращались, чтобы мы могли к каким-то регионам для себя помочь. Развитие успехов в делах, чтобы находили новые рынки сбыта, выходили на экспорт, чтобы разрабатывали инновационные производства, импортозамещающую продукцию побольше, чтобы не зависеть от других стран. Не бояться открыть и развиваться, и знать, что государство и Центр инжиниринга всегда рядом, готовы направить свои усилия на развитие ваших проектов, успехов. Не бояться идти вперёд, и то, что задумали, это нужно реализовать. Не стоять на месте, двигаться вперёд, работать, работать, всё получится. Россия вперёд! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова